Новый день на первом раскрывает еще одну неизвестную страницу Второй мировой войны. Швеция – нейтральная страна. Это признавали все воюющие стороны. Но тем не менее, шведские гражданские суда нередко пропадали без вести. Искатели в поисках затонувших кораблей. 1940 год. 5 января в Балтийском море, уберегу в Королевство Швеции, таинственно исчез пароход «Фенрис». В следующем году количество загадочно пропавших гражданских судов Шведского Королевства исчислялось десятками. Шла Вторая мировая война. Но в Стокгольме и не думали связывать эти исчезновения с боевыми действиями на Балтике. Ведь нейтралитет Швеции признавался всеми воюющими государствами. Пока в 1942 году при осмотре корпуса затонувшего близ скандинавского берега судна «Ада Гортон» не были обнаружены следы торпедной атаки. Еще одной сенсацией стало сообщение шведских военно-морских сил о том, что в корпусе «Ады Гортон» найдены осколки торпед, по которым эксперты определили, что судно было потоплено советской подводной лодкой. Ужас охватил скандинавское побережье Балтики. Неужели с 40-го года советские субмарины спокойно нарушают границы Швеции и безнаказанно уничтожают ее гражданский флот? Что это? Нападение на суверенное государство без объявления войны? Но в ответ на эти обвинения Москва предложила свою версию инцидента. Согласно официальному объяснению правительства СССР, советские торпеды, осколки которых обнаружили у берегов Швеции, были трофейными и выпущены не советскими, а германскими субмаринами для того, чтобы заставить королевство покончить с нейтралитетом и начать боевые действия против Советского Союза. Стокгольм принял объяснение Кремля к сведению. И хотя суда продолжали исчезать, дальнейших попыток расследования причины их исчезновения не предпринималось. Кто же на самом деле атаковал суда мирного государства, нарушая все международные нормы? Эта тайна прошедшей войны до сих пор вызывает споры у историков на обоих берегах Балтийского моря. Первое, что мы решили, это проверить правдивость официального объяснения советского правительства. Вот торпедные аппараты советской подводной лодки сороковых годов прошлого столетия. От немецких их отличала только техника стрельбы. Так у немцев торпеду из аппарата выталкивал специальный поршень, а в советских системах воздух высокого давления. И все же объяснение советского МИДа на первый взгляд похоже на правду. Диаметры торпед и наших, и немецких абсолютно одинаковые. 533 миллиметра. После войны большое количество трофейных германских субмарин вошло в состав Красного флота. И на них, без каких-либо переделок конструкции лодки, использовали штатные боеприпасы отечественного производства. А значит, и в 42-м году немецкая субмарина могла зарядить свой аппарат советской торпедой и атаковать ею шведское судно Ада Горта, провоцируя Стокгольм на войну с СССР. На этом можно было бы завершить наше расследование, если бы в материалах шведского морского архива мы не обнаружили очень интересный факт. Оказывается, потопленное судно Ада Гортон шло с большим грузом железной руды. И не куда-нибудь, а именно в Германию. Все заботы немцев, ну, если можно так сказать, транспортно-стратегические на Балтике сосредоточились в Ботническом заливе и в центральной части Балтийского моря. Вот здесь, в районе порта Лулео, самые большие разработки железной руды шведской. Кстати, шведская руда по разным данным содержит от 70 до 80% чистого металла. Поэтому это одна из лучших руд в мире. Немцы знали, что покупать у шведов. Это Балтийское море. Мы нанесли на карту примерные места, где прервалась связь с самыми большими транспортами шведского гражданского флота. Вот здесь исчезло судно Маргаретта. В этом месте Ганза и дальше Лулео. Но есть и другие точки, где пропали гражданские суда шведского королевства. Если соединить их линий, то получается, что все корабли, следовавшие в Балтийские порты, которые контролировались Третьим рейхом, исчезли недалеко от побережья. Во время войны Швеция активно торговала с Германией, поставляя Гитлеру и его союзникам различные стратегические грузы. Поэтому версия о немецкой провокации выглядит совершенно несостоятельной. По всей территории шведского королевства день и ночь работали десятки предприятий, поставляющих в Германию оборудование для оборонных заводов. Объяви Швеция войну, одной из стран антигитлеровской коалиции, и все эти фабрики и заводы были бы уничтожены авиацией союзников. И Германия лишилась бы своей скрытой сырьевой и промышленной базы. Выходит, что нейтралитет королевства был выгоден Гитлеру. Кому же было выгодно атаковать шведов? Известно, что в 40-м году только три европейские державы имели достаточно сильный подводный флот и стратегические интересы на Балтике. Это СССР, Германия и еще Великобритания. 6 января 1940 года Швеция получила официальное уведомление о том, что расширение германских транспортных операций в Балтийском море заставляет союзников действовать в шведских территориальных водах. Автором этого уведомления была Великобритания. Мы выяснили, что еще во время Первой мировой войны 1914 года британские субмарины действительно хозяйничали на Балтике, проникая туда через Датские проливы. Именно благодаря британским подводным лодкам в начале 20 века Германия оказалась в экономической блокаде, что и стало одной из причин ее бесславного поражения в Первой мировой войне. Но в 40-х годах контролировать Балтийское море британцы больше не могли. В это время Дания уже была захвачена Гитлером. Вот здесь, в так называемых Датских проливах, были установлены противолодочные норы, а вся акватория патрулировалась германскими судами и авиацией. Теперь даже обычная процедура подъема перископа угрожала демаскировкой с катастрофическими последствиями. А ведь действовать предстояло не на океанских просторах, а буквально под носом у противника. Авантюра чистой воды совсем не в стиле британского адмиралтейства. Шведские историки даже не сомневаются, что все исчезновения гражданских судов королевства в Балтийском море результат необъявленной диверсионной войны, которую вели на территории их государства советские подводные лодки. Не мог же Кремль спокойно смотреть, как прямо у него под носом шведские транспорты доставляют противнику стратегически важные грузы. Историки даже подсчитали, что каждый танк, вышедший из германских военных заводов, на 70% состоял из шведской стали. Но вот как быть с датой первого исчезновения, 1940 год? Тогда войны между СССР и Германией еще не было. Мы обратились к карте. Вот место исчезновения парохода Фенрис с грузом керосина. Это случилось в Ботническом заливе. Нанесли мы на карту и координаты других исчезновений, случившихся в 1940 году и оказалось, что все суда пропали в том же Ботническом заливе, далеко в стороне от морского пути, соединяющего Швецию с Германией. Через этот же залив королевство сообщалось другим государством Финляндией. То есть шведские суда, пропавшие в 1940 году, шли в страну Суоми. Но общеизвестно, что тогда Финляндия воевала с СССР, а Швеция, официально оставаясь нейтральной страной, поддерживала в этой войне Финляндию. В мемуарах маршала Карла Густава Маннергейма, главнокомандующего финскими войсками, я нашел следующие цифры. За время Советско-финской войны 1939-1940 годов Швеция поставила Финляндии полмиллиона патронов, 300 тысяч снарядов, более 400 орудий и 80 тысяч винтовок, а также бензин и различное оборудование. Конечно, такая деятельность шведских судоходных компаний не могла остаться безнаказанной. Вполне можно признать, что пропавшие в 1940 году суда скорее всего были потоплены нашими лодками. А значит, и в 1942 году осколки советских торпед не случайно были обнаружены у Стокгольма. Ведь если нейтралитет Швеции игнорировался советами во время финской войны, какой смысл признавать его во время войны с Германией? Топили суда снабжающие противника и точка. Более того, известно, что секретные еще довоенные планы командования военно-морских сил Советского Союза предусматривали установление тотального контроля над всей акваторией Балтики как раз с помощью подводных лодок. Еще в довоенных планах развертывания было о том, что наши лодки осуществлят массовое развертывание нескольких десятков подводных лодок и наглухо заблокируют вот эту центральную и юго-западную часть Балтийского моря. Но карта опять не дала нам поставить точку в расследовании. Посмотрите, Либава и Таллин, главные военно-морские базы СССР на Балтике уже в 41-м году захвачены германскими войсками. Кронштадт тоже надежно блокирован. Остатки практически разгромленного в первые дни войны Балтийского флота были сосредоточены здесь, в Кронштадте. Буквально запертые немецкими минными полями у самого устья Невы советские боевые корабли и подводные лодки могли служить лишь частью обороны блокадного Ленинграда. Совершать же отсюда рейды на просторы Балтики было равносильно самоубийству. Правда, как мы узнали, подводные лодки Балтийского флота не раз пытались прорвать германскую блокаду Финского залива и выйти в Балтийское море. Но, как правило, эти попытки заканчивались гибелью подводной лодки и ее экипажа. Через немецкие минные поля и противолодочные сети из 10 субмарин чудом прорывалась всего одна. При этом у нее практически не было шансов вернуться невредимой на базу в Крамштадт. Недаром уже в первые годы войны более половины подлодок Балтийского флота были уничтожены врагом. Немцы в конце 1941 года фактически доложили, так сказать, наверх до самого фюрера, что Балтийский флот не имеет, большевистский Балтийский флот не имеет никакого военного значения, он заперт в самом углу Финского залива и какого-либо влияния оказывать на ход боевых действий не может. Оказывается, в Ставке Верховного Главнокомандующего, хорошо зная о положении на Балтике, даже не предполагали активного участия флота в боевых действиях. И поэтому уже в 1941 году многие матросы и офицеры были отправлены на Ленинградский фронт. Из них были сформированы пехотные части, а пушки с кораблей демонтированы для укрепления сухопутных позиций. Для подводной лодки, где каждый член экипажа по сути незаменим, недокомплект плавсостава означает серьезную потерю боеспособности. Сложно поверить, что в таких условиях балтийские подводники могли решиться пересечь море и действовать на территории нейтрального государства под двойной угрозой немецких и шведских ВМС. В таком случае обвинение шведов в том, что именно наши субмарины атаковали их суда у берегов королевства, выглядят поистине фантастическими. Но тогда в чем причина таинственных исчезновений шведских судов в собственных территориальных водах? И откуда там взялись наши торпеды? Поистине невероятное утверждение обнаружил я в книге Мирослава Миронова подводные лодки военно-морского флота СССР в Великой Отечественной войне. Автор пишет, что в 1942 году вернувшаяся из боевого похода лодка Ща-406 доставила в Кронштадт восемь пленных гражданских моряков. Все они были шведами. Факт действительно невероятный. Но можно ли верить утверждениям автора? Пленение экипажа потопленного судна подводной лодкой большая редкость. Ведь для того, чтобы взять пленных субмарин не надо было всплывать. И тогда она сразу становилась мишенью для авиации и надводных военных кораблей. Вообще брать пленных не в традициях подводного флота. В тесных отсеках лодки их просто негде размещать. Что общего между автомобилем, DVD-плеером и кружкой Клинского? Все они когда-то были пробками от пива Клинская. Будущее пробок зависит от тебя. Открой Клинская, найди специальный символ и тогда пробка может стать одним из 20 автомобилей, DVD-плеером, кружкой и даже еще одной бутылкой Клинского. Клинская. Дай пробке шанс. Марафон это настоящее испытание не только для меня, моего дезодоранта. Посмотрим, на что реально способен Олдспайс. Новый Олдспайс действует еще активнее благодаря уникальной формуле марафон и защищает дольше других дезодорантов. А какие еще нужны доказательства? Олдспайс всегда на пределе. Партия проиграна из-за какой-то маленькой пешки. Этот прием называется гамбит. Отдать малое, чтобы выиграть инициативу. То же самое я сделаю с русскими. Вы его видели? Нет. Атурка со мной! Нужно бежать, нужно искать этого алмара. Он по-турецки говорил, как? Без запинки. Как это понимать? Не стреляйте, не стреляйте! Он же враг! Ощелька кружена, не сдать оружие! Турецкий гамбит. Новый ход от продюсеров Ночного дозора. С 22 февраля в кино по-настоящему. Невероятные ощущения. Реальность за пределами чувств. Плазменные телевизоры LG. LG. Если есть надежная поддержка, победа закономерна. Любые трудности легко преодолеть, когда рядом опытный проводник. А кто поможет вам в вашей работе? Справочная правовая система Консультант Плюс. Консультант Плюс. Надежная правовая поддержка. Посмотрим? Ну как? С этим платьем твой цвет еще ярче. Твои волосы тоже яркие. Да, но они сухие и жесткие. Нельзя получить все сразу. Можно с гарнир Color Naturals. Яркие, да? А теперь потрогай. Мягкие, как шелк. А все благодаря натуральному маслу олива. Легко наносится и седину закрашивает. Так мама говорит. Гарнир Color Naturals. Насыщенный цвет без вреда для волос. Гарнир. Что такое находка? Мужики, можно найти 100-рублевку во дворе или 5 сотен в кармане пиджака с подкладкой. А можно найти мешок денег под крышкой. Под какой? Собери три крышки от бутылок пива толстяк с призовым знаком, обменяй их на купон и получишь шанс выиграть миллион рублей, а также другие денежные призы и подарки. В акции принимают участие только бутылки со специальным символом. С миллионом не соскучишься. Миллион на дороге не валяется, мужики. 60 фильмов к 60-летию победы. По врагам народа именем российской советской. Перед лицом настоящего врага. Ты предатель родины и народа. И я тебе имею полное право казнить. Глаза в глаза со смертью. Ты же контра. Может, объяснишь? война. Ва! Я варбором и помру! Есть только один выбор. Ничего все это? Наша борьба, муки, кровь. Если вы все такие, значит, что-то в жизни не так устроено. Кронштадтские ветераны-подводники поведали нам интересную историю, почти легенду о том, что в начале войны командир одной подводной лодки, удачно проведя торпедную атаку транспорта, неожиданно увидел в перископ на борту атакованного им судна шведский флаг. Он сразу же принял решение сплыть и спасти людей. В Кронштадте спасенные шведы были переданы в особый отдел флота, и дальнейшая их судьба неизвестна. По одной из версий, спустя несколько месяцев пленники были расстреляны здесь, в районе кронштадтского форта Шанс. По другой, именно здесь, в форте Шанс, расположенном на окраине Кронштадтского острова, в годы войны существовал специальный лагерь для захваченных подводными лодками моряков с потопленных шведских, финских и немецких транспортов. Здесь пленники находились чуть ли не до самого конца войны, а потом их увезли сотрудники НКВД. Но ни наши поиски в заброшенном ныне форте, ни попытки разыскать документы кронштадтского особого отдела результатов не дали. Доказательств существования лагеря или расстрела шведских моряков мы не нашли. Но зато в Государственном архиве военно-морского флота в Петербурге нам удалось обнаружить копии донесения командира лодки Ща-406. В них действительно есть сообщения об атаке шведского рудовоза Бэнкстура. Когда в 60-е годы наши мемуаристы и историки начали публиковать даты и районы атак наших подводных лодок, шведы просчитали, что какие-то суда могли быть потоплены именно в этих районах, в эти даты. Были предъявлены претензии Советскому Союзу. В частности, в последние годы правления Хрущева произошло разбирательство насчет парохода Бэнкстурия, который был потоплен нашей подводной лодкой. Но это произошло в Данцевской бухте у берегов Германии, а не в территориальных водах Шведского Королевства. И, скорее всего, эта атака действительно была трагической ошибкой и никакого отношения к разгадке нашей тайны не имеет. Интересный факт обнаружил я в подшивке шведских газет за 41-й год. Там была заметка, в которой сообщалось, что военно-морскими силами в территориальных водах Королевства была уничтожена подводная лодка, государственная принадлежность которой не установлена. Потопленная лодка это ключ к нашей тайне. Отыскав ее, мы, наконец, узнаем, кто атаковал шведские суда. Чтобы понять, как искать лодку, мы изучили тактику боевых действий субмарины. Она должна была атаковать все вражеские суда в определенном командовании квадрате, в так называемой боевой позиции лодки. Позиция, как правило, располагалась на пути движения морских караванов противника. В квадрат лодка должна была двигаться скрытно, не поднимая перископа, чтобы не обнаружить себя во время рейса. На самой же позиции, во время боевых действий субмарина становилась уязвимой для противолодочных кораблей. Ее можно было заметить по торчащему из воды перископу или вычислить по направлению движения выпущенной торпеды. Вычислить и уничтожить. Нам же нужно было выяснить, где у берегов Швеции могли располагаться боевые позиции субмарин и исследовать дно в этих координатах. Но как их определить? Судя по карте, в 1941 году именно здесь в районе острова Элланд исчезло больше всего судов. А вот какое сообщение я обнаружил на ленте европейских информационных агентств. Международная команда дайверов, проверяя информацию полученную от рыбаков, обнаружила на дне моря близ шведского острова Элланд остров неизвестный подводной лодки. И как мне кажется, это сообщение имеет прямое отношение к нашему поиску. Получается, что мы не ошиблись и боевая позиция субмарины действительно была у острова Эланд. Точные координаты загадочной находки дайверов 56 градусов 10 минут северной широты и 16 градусов 39 минут восточной долготы. Во время погружения на затопленную подводную лодку дайверов вели съемку. Вот эта пленка. Неужели загадка таинственной гибели гражданских судов у берегов Швеции, над которой уже более 60 лет бьются историки, будет наконец раскрыта? Это профиль погибшей субмарины. Палубные люки открыты, то есть лодка была атакована в надводном положении. Это очень важный факт, значит часть экипажа в момент атаки находилась на палубе и лодка не была готова к экстренному погружению и не опасалась нападения. На первый взгляд так спокойно субмарина могла себя чувствовать только у родных берегов. А может шведские ВМС ошиблись и потопили собственную подлодку? Именно поэтому об этом инциденте не осталось никаких документов. Но мы выяснили, что во-первых потерь у шведского подводного флота не было, а во-вторых субмаринам тех времен просто необходимо было периодически всплывать независимо от того где они находились. В годы Второй мировой войны подводные лодки были дизель электрическими. Их запас хода или выражаясь морскими терминами автономность позволяла оперировать на значительном удалении от родных берегов. Но был у субмарины существенный недостаток. Для подзаряда аккумуляторных батарей вращавших грибные винты в подводном положении лодкам приходилось часто всплывать на поверхность. Вот силуэт рубки погибшей субмарины. Внешний вид ограждения и характерное размещение орудия очень напоминает лодки стоявшие на вооружении германского флота. Именно такие субмарины в 30-е годы в обход Версальского договора были заказаны германским правительством за рубежом. Они зарегистрировали фирму Дешимак, зарегистрировали в Голландии и там испроектировали эти самые подводные лодки, которые, кстати, достаточно похожи на их наиболее популярную седьмую серию. Лодок, которые порядка семи сотен они наклепали за войну. Неужели немцы? Тогда получается, что заявление советского МИДа о гитлеровской провокации правда? Как я выяснил из материалов наших военных архивов, чертежи подводных лодок, построенных для германского флота в 30-х годах, были впоследствии проданы Советскому Союзу. Именно тогда у нас на вооружении появилась субмарина серии С, которая была точной копией немецкой. Но вот камера движется дальше. Становится виден бортовой номер С-8. Похоже, перед нами настоящая сенсация. В водах нейтральной Швеции в 41-м году погибла советская подводная лодка. Получается, что диверсионная война СССР против Швеции начавшаяся еще в 40-м году реальность? Но вот загвоздка. Номер сделан из металла, тогда как многие наши военные историки утверждают, что бортовые номера советских лодок наносились на корпус краской. Может, это как раз и есть материальное свидетельство затеянной немцами провокации? Что стоило им на свою субмарину, внешне не отличавшуюся от нашей, прикрепить советский опознавательный номер? Пришлось обратиться к одному из, на мой взгляд, бесспорных авторитетов и специалистов. В Израиле откопался, нашелся дед такой, Лернер Михаил Исакович. Он еще до войны, в начале 30-х годов, был строителем подводных лодок «Щук» и «Эсак». Издавал и восьмую, и седьмую лодки. И он четко, совершенно написал на бумаге своим почерком, подписался, что да, на «Эс-8» были вырублены из латунного листа номера. Из документов военно-морского архива нам удалось выяснить, что лодка «Эс-8» числится пропавшей без вести с 41-го года. Еще мы нашли имя ее командира, капитан-лейтенант Илья Браун. И все. Больше ничего. Ни о судьбе экипажа, ни тем более о задачах ее последнего похода. Создается впечатление, что об исчезнувших у берегов шведского королевства моряках-подводниках попросту забыли. И скорее всего намеренно. Ведь официально считалось, что найденные шведами советские торпеды были выпущены с немецких субмарин. Признать факт диверсионных операций на территории нейтрального государства советское правительство так и не решилось. В свою очередь шведские власти тоже решили скрыть то, что ими были уничтожены советские подлодки. Ведь признание этого факта тут же перевело бы Стокгольм из разряда жертв советского вероломства на положение одной из конфликтующих сторон. Политические соображения в очередной раз оказались выше памяти о людях, которые просто защищали родину, не обсуждая приказов. В этой часовне под Петербургом была захоронена капсула с грунтом поднятым с места гибели лодки С-8. И это по сути единственный в России памятник подводникам не вернувшимся с той неизвестной нам войны. Но не точка в истории. Ведь судьба более половины советских подводных лодок бесследно исчезнувших во время Второй мировой войны до сих пор неизвестна. Выяснить точное место гибели каждой конечно уже невозможно. Но наверняка где-то в шведских и российских архивах под давно ненужным грифом секретно пылятся документы способные рассказать внукам о последнем походе их дедов. Будем надеяться что их когда-нибудь откроют. Ведь давно сказано что война заканчивается тогда когда похоронены все погибшие на ней солдаты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У истории человеческое лицо проходят времена уходят люди остаются лишь воспоминания о событиях и лицах. Документальном кино Новый день вперед в прошлое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова